Привет, я Олеся Медведева, это новый ясно-понятный блог на канале Страна.юэй. Слуги народа недавно заговорили о том, что нужно пересмотреть некоторые нормы в законе о тотальной украинизации. После чего социологи сделали определенные замеры и показали очень интересные результаты. Украинцы выступают против закрытия русских школ как в русскоязычных регионах, так и по всей Украине. И это исследование появилось как ответ на дискуссии по этому вопросу внутри правящей партии. Слуги народа заявили, что начали подготовку к национальному круглому столу, который может изменить этот закон. Да и сам Зеленский пока еще не подписал закон о среднем образовании, в котором русские школы украинизируются уже с сентября месяца этого года. Мы решили разобраться в активизации языкового вопроса и посмотрим, какие он имеет все-таки перспективы. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. 27 февраля КМИС, это Киевский международный институт социологии, опубликовал результат опроса. И там был вопрос, должно ли государство обеспечивать русскоговорящим гражданам возможность получать школьное образование и общаться с чиновниками на русском языке. Опрос показал, что 33% респондентов считают, что государство должно обеспечивать русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке на всей территории Украины. Еще 40%, что в тех областях, где большинство населения этого желает, но не на всей территории. То есть 73% украинцев выступили за право обучаться на русском языке или по всей стране, или же в конкретных регионах, где хотят этого жители регионов. Вариант ответа государства не должно обеспечивать такого права выбрали 24% опрошенных. И еще раз мне вспоминается цифра на последних выборах. Помните, 73% поддержки и 24% почти, 25%. Это по сути является приговором политики украинизации, которую предваряли в жизнь, пытались навязать предыдущие власти последние 5 лет. К сожалению, представители новой власти тоже некоторые нормы особо пытаются протянуть. Риторика уже не такая агрессивная, как ранее, но тем не менее мы же судим по действиям, а не по словам. А потому вопрос об отмене дискриминационного закона о тотальной украинизации и вопрос об изменении определенных норм и в статей в законе о среднем образовании не то что созрел, а перезрел. Интересно, что ранее возвращение русского языка в обиход, в том числе на государственном уровне, заговорили и в президентской партии. На прошлой неделе на сайте Верховной Рады появился проект изменения закона об образовании, который предлагает вернуть право получать образование на родном языке не только представителей коренных народов, а к таковым у нас относят только крымских татар, но и всем нацменьшинствам, в том числе и русскоязычным. Причем речь идет не только о среднем образовании, но и о высшем. Законопроект этот зарегистрировали нардеп от «Слуги народа» Макс Бужанский, а также нардеп от оппозиционной платформы «За жизнь» Олег Волошин. Также они зарегистрировали еще один законопроект о русском языке в Верховной Раде. В нем говорится о том, чтобы депутатам разрешали говорить на русском языке на пленарных заседаниях, также в парламентских слушаниях и в работе органов парламента. При этом аппарату Рады будет необходимо обеспечивать перевод с языков нацменьшинств на государственный язык и обратно. В пояснительной записке нардепы указали, что статья под номером 2 в регламенте работы Верховной Рады, которая устанавливает языком работы парламента государственный язык, не учитывает статьи 10 основного закона Украины, а именно Конституции, о свободном развитии использования и защиты русского языка и других языков нацменьшинств. Но тут стоит отметить, что нардеп Волошин принадлежит к фракции «Оппозиционная платформа за жизнь», а Макс Бужанский хоть и является членом фракции «Слуга народа», но имеет свое особое мнение касательно украинизации. И его мнение основной частью партии президента далеко не всегда поддерживается. То есть инициативы этих двух нардепов так и могут остаться на бумаге, если, конечно, в самой позиции Банкова или же Монобольшинства не произойдут какие-то серьезные сдвиги, а судя по результатам комитета сегодняшнего, эти сдвиги так и не произойдут пока. Глава комитета по вопросам гуманитарной информационной политики Александр Ткаченко сказал, что Верховная Рада не будет принимать изменения к закону о тотальной украинизации до того, как его рассмотрит Конституционный суд. Хотя буквально недавно сам Ткаченко говорил о возможности пересмотра. В одном из интервью он сказал, что слишком много рисков для общества в этом законе. Но пока все эти заявления о возможности начала дискуссии национального круглого стола с целью обсуждения этого вопроса пока выглядят не более чем пиар. Поскольку реальных действий никаких не предпринимается. Но на предпочтение народа Украины, а именно его большинства в 73%, игнорировать это все не получится. Я напомню, что закон о тотальной украинизации был принят еще до того, как президент Зеленский был инаугурирован. И этот закон подписал Порошенко. Зеленский же в свою очередь, когда ему высказывали претензии касательно этого закона, обещал его рассмотреть. И если там будут какие-то дискредитирующие вещи, даже возможно поправить. Но, как видим, уже очень много времени прошло. И вот тут вот заявили хотя бы о возможности дискуссии. Но будут ли какие-то серьезные подвижки по этому поводу? Не будет ли это просто пустыми словами? Вопрос. Но, тем не менее, это крайне интересный разворот позиции правящей партии. Также открытым остается вопрос. А почему это вдруг слуги народа засуетились так относительно русского языка? Как я говорила ранее, законопроект о среднем образовании все еще не подписан президентом. Это тот законопроект, который с 20-го года, с сентября месяца полностью украинизирует русскоязычные школы. А через еще какой-то период и все остальные, ну, с языками нацменьшинств. Прерогативу в изучении языка получают только коренные народы, именно крымские татары. И если Зеленский подпишет этот закон в том виде, в котором он есть сейчас, это будет первым шагом нового президента к дискриминации русскоязычных граждан Украины. Пока что Зе в этом руки еще не замарал, но если он это сделает, то назад пути уже не будет. И судя по паузе, которую взял гарант, он не слишком горит желанием сжечь мосты со своими избирателями, среди которых огромная доля русскоязычных жителей Украины. Тем более, что на носу местные выборы и слуги народа партии, я имею в виду на местах, придется серьезно бороться. С теми политсилами, которые четко артикулируют пересмотр политики тотальной украинизации, внедренной Порошенко. Например, с такой партией, как оппозиционная платформа, которая, судя по рейтингам, в отличие от слуги народа, которая теряет, набирает. И если Зеленский подпишет этот закон о среднем образовании, то переток электората от одной политсилы к другой будет ускоряться. Видимо, поэтому в слуги народа и начали делать робкие, очень-таки, заявления касательно пересмотра украинизации. И пока все это никакими реальными шагами не сопровождается. А все делается скорее с целью проверить реакцию людей. Конечно, послабления для русскоязычного населения могли бы укрепить позиции Зе на юго-востоке Украины к местным выборам. И даже немного перебить негативный эффект от того, что не выполняется главное обещание Зе президента – закончить, наконец, войну на Донбассе. Однако есть, как минимум, две проблемы. Во-первых, это националисты и парламентские партии, которые близки к этой идеологии. Это такие, как Евросолидарность, Голос и Батькивщина. У всех у них есть некие националистические нотки. Они вполне могут раздуть из этого серьезную зраду, переходящую в митинги, протесты и столкновения, не дай бог. Вторая проблема – это внутренняя позиция в слуге народа. И она собрана главным образом, как бы это трагично, не была в Комитете по гуманитарной политике, которую возглавляет Александр Ткаченко. Идеологические позиции его руководства мало чем отличаются от позиций Порошенко или же националистов. Достаточно вспомнить их поведение на Комитете, когда Александр Ткаченко и его однопартиец Геоли Рос требовали от других депутатов выступать исключительно на украинском языке. Поэтому есть сомнения в том, что анонсированный тем же Ткаченко этот национальный круглый стол не станет профанацией какой-то в решении языкового вопроса. Тем более, что подготовка к украинизации школ идет полным ходом. Учителей массово отправляют на языковую переквалификацию, о чем недавно сообщила министр образования Анна Васат. Впрочем, дальнейшее падение рейтинга Зеленского и Слуг Народа может сделать их более активными в направлении отмене жестких украинизаторских норм, принятых во времена Порошенко. Но опять же таки, важно понимать, что слова и действия это не одно и то же. Такие дела, друзья, мы пристально следим за развитием событий и обо всем рассказываем вам. На этом у меня пока все, с вами была я, Олеся Медведева, ясно-понятно блог на канале Страна.ua. И не забывайте подписываться на наш канал, а также делиться своим мнением в комментариях, делиться нашими видео со своими друзьями и знакомыми. Совсем скоро с вами снова увидимся, пока! Субтитры подогнал «Симон»!